Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Главу города интересует, есть ли взаимодействие между двумя руководителями, коллективами и охранными службами. Подвалы, лифты для инвалидов, а через них и выходы на улицу, да и на самой улице вокруг школы, есть ли видеонаблюдение. Ведь территория активно посещаема горожанами, как уютная зеленая зона. Вот я про это ограждение. Вот протоколы. Вот если он у него перелез, значит он зачем-то сюда пришел. Каникулы в разгаре, а в школе и гимназии кипит жизнь. В спортивном зале идут занятия борьбой, в классах уютно. Сияет свежелак паркета, новая мебель для профильных кабинета восхищает главу города. Вот в такой атмосфере девочки изучают домоводство. Трудно поверить в то, что старый добрый опыт советской школы в гимназии успешно реализуется. Вот их учат шить? Конечно. Что еще учат делать? Шить, готовить, накрывать на стол и этика. То есть культура поведения, культура накрывания стола. У нас скатерти есть, салфеточки, все это. Это специальное образование? Специальное образование. Учителя готовятся к занятиям в классных кабинетах. Доводя их до того праздничного совершенства, когда ученик, попадая в такой храм науки 1 сентября, искренне захочет сесть за парту и окунуться в учебу, в которой столько инноваций, когда весь учебный процесс – увлекательная игра. А если устал, глаза побежали по затейливой дорожке на потолке. А чтобы вообще не уставать на уроки, можно знания получать не только, сидя за партой. Не случайно ребята из гимназии, все 12 человек, кто посещал архитектурную студию, поступили в профильные вузы. Большие, да просто огромные по современным меркам классы – тоже преимущества этой школы. И все же есть в этом здании серьезная и пока не решенная проблема. Это любимый детворой бассейн. Экспертиза его чаши показала необходимость срочного ремонта. Глава города потребовал немедленно готовить проектную документацию и начинать возрождение спортивного сооружения. В Анапе полным ходом идут благоустроительные работы. Сегодня в Витязево обустраивали тротуар на участке улицы Школьная. Соответствующее поручение дала глава муниципалитета по просьбе общественников. Дорожки укладывают с нуля, как говорят строители, по целине. До этого тротуара здесь не было. Рабочие устанавливают бордюры, затем насыпают подушку и щебня и укладывают плитку. Так выглядит завершенный участок. Работу контролируют общественники, которые выступили с заказчиками. Самое главное, чтобы жителям это нравилось. И наша задача выполнить максимально быстро и качественно поручение главы муниципального образования Сергеева Сергея Павловича. Мы все сделаем, будет красиво, чисто, удобно для жителей. И другой пример отношения к обустройству Анапы. Глава города Сергей Сергеев прошелся сегодня по городским разрытиям. Их адреса у всех на слуху, ибо напоминают о себе они очень долго незаделанными раскопами среди асфальтового покрытия, еще недавно благополучных городских дорог и пешеходных дорожек. На улицу Парковую глава города пригласил виновников торжества равнодушия к городу. Объясните мне, что это такое. Можно объяснить это по-русски? Это многострадальная Парковая. Она уже, я не знаю, ее тут только, наверное, ленивый еще не копал. Перестелет. Вы посмотрите, что мы дальше сделали, одолжение сделали. Полосочку заасфальтировали, умудрились. Здесь был асфальт, нормальный был асфальт. Представители ООО «Бесторг», так же, как и все желающие в разгар курортного сезона проложить коммуникации к объектам своего бизнеса, письменно клянутся в любви к городу и готовности в кратчайшие сроки восстановить вскрытое дорожное покрытие. Но на деле горожане и гости города еще долго спотыкаются на колдобинах гравийных отсыпок. У себя дома я вам разрешаю вот так перерыть и вот так держать. Идет сезон курортный, вы перерыли полонаприк и считаете, что я должен, глава вам должен давать указать. Глава города дает немедленное к исполнению поручение своему первому заместителю. Проревизировать все, где еще разрытие есть. Сегодня мне фотоотчет представишь по всем разрешениям, списком приносишь мне все разрешения на разрытие и фотоотчет представляешь, что на сегодняшний день происходит. А бизнесмены обязаны в кратчайший срок привести дорожное покрытие в идеальный вид. Сегодня заасфальтировать все, привести в порядок. Завтра до половины дня, до этого времени доложить и больше не выдавать разрешение без моего вида. В период курортного сезона. Все понятно? Все понятно. Негодование главы города справедливо. Эту улицу, прилегающую к школе, только недавно город асфальтировал. Через несколько дней – 1 сентября. На Кубани начались сборы Таманского отдела Кубанского казачьего войска. В мероприятии принимают участие более 600 анапских казаков. Всего же сборы охватят около 4000 представителей казачества из разных городов Краснодарского края. Первая проверка на умение владеть стрелковым оружием состоялась сегодня на полигоне в станице Раевская. Для анапского казачьего общества уже стала нормой ежегодная стрелковая подготовка. В этот раз проверить свою меткость пришлось из нескольких видов боевого оружия – автомата Калашникова, снайперской винтовки и ручного пулемета. Сегодня первый день – огневая подготовка. Сегодня люди стреляют. Но часть людей находится в исторических лагерях города Абинска. Часть здесь. Радует то, что много молодежи. Вот где он дух казачий. Вот где дух русского и казачьего народа. Обычаи, традиции, погончики, форма. Все как должно быть у мужчин, у настоящих мужчин. Мы сегодня не ловим покемонов, мы сегодня отечество учим защищать. Кубанское казачество – это яркий пример мужества и патриотизма. Участие в локальных конфликтах показало, что подготовка казаков на высоте. Но основной упор казачества делает на патриотизм и воспитание молодого поколения. Вместе со старшим составом на учение прибыли и молодые казачата. Под неусыпным наблюдением инструкторского состава юные патриоты наравне со взрослыми имели возможность пострелять по мишеням из настоящего автомата. Вместе с казаками испытать свои силы и меткость прибыл полковой священнослужитель, помощник благочинного по взаимодействию с казачеством. Как показали результаты стрельбы, с огневой подготовкой у священнослужителя все в порядке. Ведь духовный наставник должен быть примером во всем. Прежде всего надо самому уметь держать в руках оружие, своим собственным примером показывать, как надо защищать родину. И священник это прежде всего духовный наставник, но и не только духовное должно быть, но и как помощник благочинного и как наставник казачества должен показывать прежде всего свою выправку, доблесть воинскую. Кроме этого, все желающие смогли познакомиться с оружием, стоящим на вооружении армии. Казаки узнали принципы работы радиолокационной связи, тяжелого вооружения и основ химической защиты. Здесь же на полигоне были сформированы составы, которые поедут на продолжение сборов в Абинск. После проведения огневой подготовки или стрельб на полигоне 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, мы все организованно убываем в лагерь на территорию казачьих лагерей под городом Абинск, где проводятся занятия по боевой подготовке. Эти занятия включают занятия по физической подготовке, по инженерной подготовке, по радиационно-химической и биологической защите, по тактической подготовке, строевой подготовке и физической подготовке. Все это являются предметами боевой подготовки с целью привития навыков казакам, чтобы они отвечали требованиям современного введения боя, были подготовлены в полном объеме, на уровне. Сборы в Абинске продлятся три дня, после чего казаки вернутся на места своей постоянной дислокации по месту службы. В МФЦ Кубани расширят перечень услуг по жизненным ситуациям. Об этом стало известно накануне и во время совещания в правительстве края. На Кубани создана одна из самых масштабных сетей многофункциональных центров в России, которая охватывает почти все население региона. Сегодня жители могут получить государственную и муниципальную услугу независимо от места прописки. Теперь же их начали объединять своеобразные пакеты по наиболее распространенным жизненным ситуациям. Уже проработаны действия МФЦ при смене имени, рождении ребенка, поддержке малого и среднего предпринимательства. У него родился ребенок, он знает, мне нужно получить свидетельство о рождении, но не знает, что ему нужно еще получить полис обязательного медицинского страхования, что его необходимо получить пенсионное сразу с НИЛС на ребенка, что ему необходимо ребенка прописать. Они и сейчас предоставляются эти услуги, но заявитель приходит сначала за свидетельством о рождении, потом приходит за пропиской ребенка. Разработаны жизненные ситуации, одна из которых рождение ребенка, которые сразу предусматривают, что приходя один раз в МФЦ, заявитель сразу получает заявление, в котором может предусмотреть обращение во все эти органы. МФЦ будет самостоятельно направлять документы из одного органа в другой и, естественно, срок сокращается, потому что где-то заявитель не смог забрать вовремя, где-то он не смог оставить ребенка неделю, пока выбрал время. В итоге этих жизненных ситуаций их 9, и они будут предварительно с 1 января 2017 года уже все работать. В Анапском филиале банка «Кубань Кредит» открылась ярмарка квартир, на которую можно приобрести квартиры от застройщиков, которому доверяют банк, а следовательно готов предложить ипотеку по сниженной ставке. Мероприятие проходит уже второй раз и пользуется популярностью у гостей-жителей города-курорта. Один из перспективных микрорайонов города-курорта. Квартиры в этих домах, а также в других городах юга страны представлены на специальной ярмарке. Недвижимость от застройщиков, следовательно, без каких-либо дополнительных наценок. Очень хорошо знаем, где находятся дома, какие квартиры девочки объясняют и как можно их приобрести. То есть вариантов очень много. Рынок очень большой, предложений очень много. Единственное, что все просят наличку, а здесь можно немножечко как-то оттянуть это время, чтобы не всю полностью сумму набирать. Предложения от девяти компаний, которые объединились, чтобы вместе продвигать свои проекты. География, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик и другие города. По объему сданного жилья объединение занимает пятое место в стране. Эти мероприятия играют огромную роль по поводу привлечения клиентов. Почему? Потому что на самом деле основная масса клиентов, которые покупают квартиры, они люди обычно состоятельные. И естественно, размещают свои денежные сбережения в банках. И вопрос еще идет, порядка 40% у нас сделок расшляется через ипотечные программы, естественно, через банки. У нас, кроме нашего, так скажем, генерального партнера, как Банку Банькредит, наша компания кредитована во всех крупнейших банках России. Это и Сбербанк, и ВТБ-24, и Возрождение, и Россельхозбанк, и Открытие, и Абсолютбанк, масса банков. Банку Банькредит, где разработаны собственные ипотечные программы, мероприятие интересно, так как застройщики проверенные, работают по 214-му федеральному закону. Это снимает определенные риски, следовательно, дает возможность конкурировать с другими кредитными учреждениями, предлагая более низкую процентную ставку, в том числе по социальным продуктам. Квартира для студента – программа, которая включает в себя совокупность скидок, которые предоставляются как от застройщика, так и от банка. По этой программе на сегодняшний день ставка по ипотеке 11,35, минимальная ставка. Первоначальный взнос, который возможен на рассмотрение, это от 5%. Даже если у людей нет денежных средств на первоначальный взнос, возможно накопление, у нас есть специальные вклады. Основными условиями по данной программе необходимо, чтобы в семье был либо студент, либо аспирант. Сейчас программа эта расширяется, добавляются и школьники 8 класса, то есть родители могут уже спрогнозировать поступление своего ребенка, допустим, в Краснодар или Ростов, и уже сейчас задуматься о приобретении квартиры. Ярмарка проходит уже второй раз, потому что интерес к ней достаточно большой. В субботу будет полноценный рабочий день. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает Великий Христианский Праздник – Преображение Господня. Это традиционный праздник урожая. В церквях освящают плоды земли – яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки. Даже существует третье название праздника – Яблочный Спас. Сегодня утром в храме преподобного Серафима Саровского прошла посвященная празднику литургия, а затем состоялось восхождение к поклонному кресту в селе Супсех. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин